Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Как живет современный городской человек? Все время в бегах, от работы до дома, от дома к детскому саду или школе. И так всю неделю в постоянной нехватке времени, стрессах, раздражении, усталости. Вот разве при такой ежедневной гонке можно оставаться спокойным и уравновешенным? Да еще домашние проблемы, непонимание, конфликты на работе. Неудивительно, что мы то и дело срываемся, расстраиваемся. Ну и как тут сохранить психическое здоровье? А народная молва гласит, что все болезни от нервов. Своя рекомендация, как сохранить психическое здоровье, сегодня даст главный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии, главный врач Самарской областной психиатрической больницы, кандидат медицинских наук Михаил Соломонович Шейфер. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем традиционно в прямом эфире по телефону 202-11-22. Вы сейчас можете дозвониться к нам в студию и задать вопросы моему сегодняшнему гостю, эксперту. Звоните. Ну а мы начинаем наш разговор. Михаил Соломонович, начать хотелось бы с прошедшего юбилея. В прошлом году Самарская психиатрическая больница исполнила 125 лет, ни много ни мало, да, согласитесь. Ну вот чем ознаменовалось это событие для вас, коллектива? Расскажите, пожалуйста. Ну, больница имеет огромную историю. Действительно, это старейшее учреждение Самарской области. И 125 лет не шутка. И мы имеем разные этапы. Это этап, связанный, во-первых, со самим построением больницы. К этому событию причастны Александр II, который издал указ о необходимости построения психиатрических больниц в областях, в губернии. При этом было условие, что половину расходов должно нести земство, а половина – так называемый федеральный центр. И больница с момента издания указа до момента постройки прошла долгих 9 лет. В 1888 году была построена больница. И с этого дня, с ноября 1888 года, начинается ее история. История большая. Это и период дореволюционный, и период послереволюционный. Мы так делим, потому что в истории больницы так или иначе преломляется история страны. Был период построения храма, когда через год после открытия больницы был построен храм имени Александра Невского. Был период разрушения в 1929 году храма. Это был домовой храм, который был разрушен и прекращен. А мы перед юбилеем смогли при помощи спонсоров, при помощи сотрудников восстановить этот храм. И теперь у нас есть свой домовой храм, который вказали свои прихожане. Это был период Великой Отечественной войны, когда больница стала прибежищем множества эвакуированных. И в больнице жили и сотрудники, и эвакуированные. И здесь же лечились больницы. Период советской власти, когда удалось расселить больницу, то есть удалось сотрудникам предоставить жилье. И тогда условия пребывания в больнице улучшились. Это период, я бы назвал периодом Яна Абрамовича Вулиса, моего предшественника, который 42 года возглавлял больницу и много сделал для построения современной психиатрической больницы. Это период нехватки лекарств и еды. Это период изменения подходов к терапии психических расстройств. Это период, который был ознаменован направлением революционным в психиатрии. То есть история больницы — это большой, долгий путь. И в связи с этим юбилеем нам удалось собрать все материалы и издать такую книгу, которую самарцы наверняка узнают по названию. «Тамашев колок». Вы знаете, что больница носит название в народе «Тамашево». «Колок» — это место, а «Тамашево» — это фамилия по преданию человека, который жил на этой земле и продал земству участок для постройки больницы. Это довольно большая, толстая книга. И здесь много-много очень интересных деталей о больнице, о его сотрудниках, о пациентах. Но это целая история. Книга не продается, мы ее только дарим. Количество экземпляров ограничено, и она скоро станет такой библиографической редкостью. Но кто захочет, может ее получить. — Михаил Славович, у нас есть кадры с прошедшего юбилея. Пожалуйста, я попрошу их показать. Но вы прокомментируйте, как прошло мероприятие. Хоть это и было, конечно, уже в прошлом году, тем не менее. Знаковое мероприятие. — Ну, как всякое мероприятие, оно состояло из двух частей. Торжественной части и, так сказать, неторжественной части. Вот на этом юбилее как раз была и презентована эта книга. Это один из авторов этой книги. На этом юбилее мы пригласили наших сотрудников. На этом юбилее, вот сейчас только что был кадр, заместитель министра Татьяна Ивановна Сочинская вручает награды и поздравления. И мы принимаем поздравления Гальнована Гусарова, которая тоже очень много сделала для того, чтобы больница процветала. Был такой период. Здесь были представители и нашего действующего министерства, которое помогло нам провести много таких реорганизаций, модернизацию отделений. Ну, это был праздник для сотрудников, праздник для людей. Ведь в больнице 1400 пациентов и 1000 сотрудников. У нас два филиала в Новокуйбышевске и Чапаевске. Это крупнейшее медицинское учреждение области. Спасибо. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозваниваться к нам, задавать свои вопросы. Михаил Сламонович, я хочу спросить вас о том, какие на сегодня задачи стоят перед вами, как руководителем, перед больницей, в целом, перед системой. Ну, задачи у руководителя всегда достаточно простые. Ну, это, во-первых, чтобы пациенты находились в достойных условиях. Во-вторых, чтобы пациенты получали хорошее питание. В-третьих, чтобы пациенты получали хорошее лечение. Чтобы персонал был достаточно квалифицирован, и персонал вовремя получал зарплату. Ну, это самые такие простые задачи, но решение этих задач требует, ну, поверьте, масса усилий. Вы знаете, что у нас, так сказать, кризисное явление существует. Вот, и больница это тоже касается. И мы вынуждены, и мы очень стараемся, чтобы это не коснулся, или в меньшей степени коснулся и пациентов, и персонала. Спасибо. Следующий вопрос. Вот сейчас, когда сезонность, все-таки, да, на улице погода не очень хорошая. Хочется поговорить о психическом здоровье нашего населения. Как в губернии обстоят дела? Ну, дело в том, что психическое здоровье населения, оно существует как бы, ну, в двух таких своих важных составляющих. Ну, есть количество пациентов, которые болеют психическими расстройствами независимо от социальных обстоятельств. От внешних воздействий факторов. Ну, да, от внешних воздействий факторов, совершенно верно. То есть это приблизительно 1-2% населения. При этом этот 1-2% существует во всех странах. 1-2% населения страдает психическим расстройством. И цифра эта малоизменчива. Другое дело, в времена кризиса мы видим, что психические расстройства увеличиваются. И в этом случае речь идет прежде всего не о так называемых истинных психических расстройствах, биологически предопределенных или детерминированных. А речь идет прежде всего о психических расстройствах, связанных с социальными факторами стрессы, тревоги, угрозы, стихийные бедствия, теракты. Все это, конечно, влияет на психическое состояние общества в целом и может являться провоцирующим фактором до возникновения психических расстройств. – Михаил Сламонович, ну вот существует ли какая-то тенденция? Не хочется услышать цифры в сторону увеличения, но тем не менее, вы 14 лет работаете главным врачом больницы. И вам наверняка-то известна, вот может быть, некая статистика, как у нас сейчас население в здравом ли находится. Я в общем имею в виду, конечно, цифры. Все-таки на увеличение или на уменьшение, слава богу? – Ну, я вас здесь, как журналиста, не дам вам повода сказать, что психические расстройства растут. Я вам, например, могу такой пример провести. Количество больных в стационаре, находящихся в стационаре за последние годы, уменьшилось приблизительно на 30%. То есть количество больных, нуждающихся в стационарном лечении, резко уменьшилось. При этом возросла активность амбулаторной службы. И значительное количество больных наблюдается, лечится амбулаторно, и не нуждается в стационарном лечении. Количество пациентов, абсолютная цифра, ну, плюс-минус, так сказать, 2%, приблизительно 61-62 тысячи – это те пациенты, которые обращаются за помощью в психиатрическое учреждение. Конечно же, есть категория пациентов, которые не обращаются за помощью в государственное психиатрическое учреждение. Но это количество не столь велико. Но оно существует. Это такая латентная заболеваемость, которая не получила своего статистического обоснования. Но при этом ведь люди не обращаются к психиатру из опасений. Но они боятся, что их поставят на учет, что они будут ограничены в возможности их приобрести работу, что будут какие-то, так сказать, взгляды общества. Ведь общество крайне, так скажем, негативно смотрит на психические расстройства. Оно, так сказать, с одной стороны боится их, с другой осуждает, с другой потрунивает. И это тоже в ряде случаев препятствует пониманию необходимости обращения за помощью к профессиональным специалистам. Михаил Соломонович, ну, а как понять, что проблемы с психикой уже есть? Как понять, что пора к врачу? Ну, нередко пациенту самому это сделать очень трудно. Очень трудно. И поэтому мы порой говорим о том, что вот мне пора к врачу, но при этом мы прекрасно понимаем, что к врачу-психиатру, что пора еще не наступила. То есть у человека, понимающего необходимость обращения к специалисту-психиатру, должно быть понимание о том, что его психическое заболевание, психические симптомы, они мешают ему жить. Они его беспокоят. Иногда это происходит, иногда не происходит. И в тех случаях, когда это не происходит, родственники пациента, общество, коллеги проявляют в этом плане инициативу. И мы ведь имеем в стационаре так называемую недобровольную госпитализацию. Что это? Когда пациент находится в таком психическом состоянии, при котором он не может оценить степень выраженности своих психических расстройств и не может сознательно обратиться к врачу. И в этом случае госпитализация осуществляется недобровольно или принудительно. Но при этом каждый факт принудительной госпитализации или недобровольной госпитализации является объектом рассмотрения судом с участием прокурора и адвоката. Каждый пациент, не давший согласия, имеет адвоката. И мы каждый день видим судебные заседания в наших стенах, а иногда и в задании суда, когда рассматривается вопрос об обоснованности или необоснованности принудительной недобровольной госпитализации психических больных. То есть больной защищен законом, защищен судьей, прокуратурой. И в этом плане мы должны быть очень ответственны. Спасибо. Но вот если все-таки рассуждать не о серьезных психических расстройствах, а о депрессиях, Андрея, как справиться с такими состояниями? Пожалуйста, дайте несколько профессиональных советов, но вот особенно сейчас, когда нет, к примеру, солнца. У меня плохое настроение, когда нет солнца, лично я себе могу сказать. Ну, плохое настроение, это еще не факт обратиться к психиатру. Дело в том, что если мы говорим о депрессии, это очерченное психическое расстройство. И временной период здесь очень важен. Важна длительность этого состояния. Если у вас сегодня плохое настроение, завтра хорошее, вам не нужно, наверное, обращаться к психиатру. Если это состояние продолжается месяц, два и три и более, наверное, есть повод. Но само по себе плохое настроение, это еще ни о чем не говорит. Должны быть и другие симптомы. К примеру. Ну, к примеру, нарушение сна, тревога, бессонница, потеря аппетита, потеря веса, еще не сердцебиение. Ну, и должен все-таки врач-специалист оценить это состояние и принять решение, есть ли расстройство, требует ли оно лечения, если требует так какого, амбулаторного или стационарного, ну и подобрать соответствующее лечение. Это то, что касается депрессии. Ну, вот восстановление и реабилитация после лечения, как проходит? Расскажите, пожалуйста, несколько ценных советов, опять же, родственникам. И у нас есть фотографии именно реабилитации. И сейчас именно этой теме разговора предлагаю уделить особое внимание. Пожалуйста, как проходит реабилитация, Милос Ломонович? Реабилитационный процесс, он очень важен в психиатрии. Дело в том, что когда мы при помощи медикаментозной терапии купируем или сглаживаем симптомы острого проявления психического расстройства, мы получаем пациента, который только что перенес тяжелый приступ психического расстройства. И как с этим быть, как с этим жить? Потому что в ряде случаев меняется психология, меняется самооценка, меняется образ жизни. И в этом случае реабилитационный процесс должен быть построен таким образом, при котором пациент сможет понять факт психического расстройства и выработать саморегуляцию, способность предотвращать возможные обострения, а в ряде случаев и жить с болезнью. И вот этому как раз посвящена реабилитационная программа. Они бывают очень разные. Эти реабилитационные программы могут начаться с самого простого, с привития, скажем, простейших навыков самообслуживания. С другой стороны, это навыки собственной оценки, сравнивая себя с другими людьми. Вот одним из наиболее таких интересных и редких методов реабилитационной работы является танцевальная терапия. Михаил Славоныч, у нас есть сюжет «Танцевально-двигательная терапия». Давайте вместе его посмотрим и, конечно же, потом прокомментируем. Давайте. Давайте. Пациентка психиатрической больницы Оксана Ивановна впервые не хочет возвращаться домой, пока не пройдет курс терапии танцами. Она хорошо осознает, что больна. Маниакально-депрессивный синдром мешает женщине жить не первые десяток лет. У меня просто заливают меня слезы. И поэтому я уже стараюсь на позитивное настраиваться, потому что если так, то, ну все, сгорят глаза, сгорят зрения, сгорит все, и что тогда будет, понимаете? Надо как-то выкарабкиваться. Позвольте танцу случиться, говорит инструктор. Ошибиться невозможно. Вы просто двигаетесь по велению сердца. Танец – действенный способ. Снимает мышечные блоки, дает возможность выразить глубинные подсознательные чувства и стимулирует интеллект. Для пациентов в психиатрической больнице занятие в группе не развлечение, а лечение. Мы танцуем только от души. Мы прислушиваемся к своему телу. Тело подскажет, как двигаться. И неважно, это будет выглядеть смешно или нелепо. Наоборот, истинная красота, она заключается в спонтанности. Применять танцотерапию стали во время Второй мировой войны. Танцовщица Мэриан Чейс помогала инвалидам и ветеранам, которым нужна была физическая и эмоциональная реабилитация. Многие из них не могли говорить, но могли танцевать. Позже этот метод стал широко применяться. Но до Самарской психиатрической больницы за 113 лет ее существования дошел только сейчас. Танцы – это форма общения. И для пациентов очень важно уметь это общение формировать. Поскольку психическое расстройство в ряде случаев нарушает возможность общения. А здесь прекрасный повод научиться общаться. Терапия танцами подходит не всем. По медицинским показаниям посещать занятия могут те пациенты, которым назначен курс реабилитации. Для многих из них танец становится в будущем профилактикой и спасением от депрессии и стресса. Продолжаем прямой эфир. Михаил Славоныч, прокомментируйте. Там был небольшой комментарий. Дело в том, что действительно пациенты, перенесшие психическое расстройство, взаимодействие бывает затруднено. И пациент, так сказать, как бы инкамсулируется. И в танце как раз происходит, развивается способность к взаимодействию и с другим партнером. И это помогает установить отношения, социализировать больного. То есть, научаясь в танце взаимодействовать с другим, он начинает видеть другого. Ведь есть такая форма, отнесящая человеку к Павлу как к себе подобному. Человек к Петр понимает, что он человек. Поэтому вот это соотнесение себя с другим очень важно. Вот этот метод, он у нас прижился, очень такой популярен среди и пациентов, и даже среди сотрудников. Потому что мы видим результат этого метода. У нас есть и другая форма реабилитации. Это то, что долгое время не было в больнице. У нас есть драматическая студия, которая вглавляет известный в Самаре артист, режиссер, заслуженный деятель искусства Олег Белов. И это энтузиаст своего дела. И актеры в этом нашем театре – это пациенты. Причем пациенты примеряют на себя очень разные роли. Студия поставила более четырех спектаклей. И эти спектакли мы демонстрируем как для пациентов в больнице, так и для студентов психологических, медицинских факультетов. Были выезды и в дома-интернаты. И пациенты, играя роли, примеряют на себя роли не пациентов, а роли своих героев. И делают это с большим энтузиазмом. И я должен сказать, что часть наших актеров, так скажем, актеров-пациентов, которые длительно находились в стационаре, выписаны. И нашли свою нишу в обычном обществе, вне стенопсихиатрической больницы. Это, я считаю, большое достижение. Если мы сможем хотя бы несколько человек этим методом возвратить в самостоятельную жизнь, это, ну, мы считаем, что наша работа, работа Олега Белова, она завершилась успехом. — Можно прийти посмотреть спектакль? — Конечно, конечно. У нас 18 декабря будет отдельное представление. Я, честно говоря, не знаю пока, что там будет, но готовиться я знаю. Ну, и время от времени мы анонсируем, что будет спектакль. В декабре тоже мы будем давать спектакль. Это уже для сестер, которые занимаются вопросами реабилитации. Мы хотим показать нашу работу, и пациенты здесь выступят со спектаклем. И я думаю, что это будет удивительно. Те, кто смотрит эти спектакли, поражаются способности больных, способности больных с тяжелыми психическими расстройствами, так погружаясь в роль, так искренне играть на сцене. — Михаил Славанович, в следующем вопросе я не могу вас не спросить о творческом конкурсе. На мой взгляд, потрясающее название «За подвижничество в области душевного здоровья». Расскажите о нем и какие результаты. — Дело в том, что мы ежегодно принимаем участие в этом конкурсе. И уже стала традиция, что мы каждый год занимаем первые места. Причем в этом конкурсе принимают участие до 30-40 регионов России. Это всероссийский конкурс. Я могу вам продемонстрировать диплом. Это диплом прошлого года, который мы получили за участие в этом конкурсе. И в этом году нас тоже отметила конкурсная комиссия. И вот 16 декабря должна состояться такая презентация в Даниловском институте награждения коллектива Самарской психиатрической больницы за подвижничество в области психического душевного здоровья и связанное с вопросами реабилитации. — Михаил Славанович, если следующим вопросом я хотела вас спросить, насколько квалифицированную медицинскую помощь оказывают врачи, сотрудники Самарской психиатрической больницы, то далее вопрос, что у меня отпал. Сейчас это можно назвать как утверждение. Квалифицированную помощь. Точка. — Ну, все сотрудники, работающие в стационаре, это профессиональные люди. Эти люди профессионально лечат и профессионально образовываются. Есть система образовательная, при которой каждые пять лет мы проходим в соответствующую подготовку. И поэтому я абсолютно уверен, что все сотрудники, работающие в нашей больнице, люди высокопрофессиональные. Ну и ответственные, конечно. Но у нас, конечно, есть проблема сотрудников. Нам не хватает сотрудников. — Проблема кадров, вы хотите сказать? — Да, она существует. Особенно речь идет о врачах, потому что эта работа тяжелая, с вредностью, с большим отпуском, правда. Но при этом мы общаемся постоянно с пациентами с психическими расстройствами. И это требует определенного эмоционального напряжения. И есть риск так называемого эмоционального выгорания. Поэтому эта работа достаточно тяжелая. Но мы, тем не менее, те, кто приходят, мы считаем, это те очень достойные люди. Они приходят, потому что испытывают такую душевную потребность помогать лечить пациентов с психическими расстройствами. — Мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. У нас есть еще время для разговора. Поэтому воспользуйтесь возможностью, если есть у вас вопросы, звоните, задавайте к нам в прямой эфир. Михаил Сламонович, не примену отметить еще раз вашу 14-летнюю работу в Самарской психиатрической больнице. Вот такой мне немножечко личный к вам вопрос. А вот вы лично, работая в сложной психологической атмосфере, не устали? Эмоционально, конечно. — Ну, усталость — это, я считаю, нормальное совершенно качество, которое должно присутствовать. Потому что работаем и, естественно, устаем. Хотя есть такие физиологические работы, когда и не работающий бездельник тоже устает. Есть такая физиологическая закономерность. Но, знаете, к работе привыкаешь. И есть такая потребность в этой работе. Ну, конечно же, испытываешь эмоциональное напряжение. Ну, как-то с этим живешь. И пока не могу сказать, что как-то я так сильно эмоционально изменился. Но пока никто ничего подобного не говорил. Не изменились, констатирую. Лично встречались с вами давно. Все хорошо. — Спасибо. — Спасибо. — Михаил Сламонович, вопрос следующий достаточно серьезный. И ответ попрошу достаточно такого профессионального. Скажите, можете ли вы оказать юридическую помощь? И оказываете ли вы близким, родственникам? Ведь, как правило, больные не могут себе отдавать отчет совершаемых действий. Скажите. — Вы задали очень важный вопрос. Я, так сказать, для справки. В больнице существует юридическая служба. Отдельная юридическая служба. В больнице существует служба социальная. То есть есть социальный, так скажем, департамент внутренний. Есть юридическая служба. И эти службы занимаются решением и правовых, и социальных вопросов больных. В больнице находится более 300 пациентов недееспособными, в которых я по закону исполняю обязанности функции опекуна. И мы заботимся об этих пациентах, в том числе об их имуществе. Например, мы смогли приватизировать собственность этих пациентов на их имя. И пациенты получают доход от своего имущества. Оно сохранно. И пациенты получают доход от аренды их имущества. И на эти деньги мы имеем возможность покупать необходимые продукты питания, необходимую одежду, необходимые средства ухода, генические средства. Да ну и бытовые, в быту, которые просто необходимы, да, подчас? Конечно. И наша задача защитить вот этих людей от, возможно, злоупотреблений. Вот мы работаем в честной связи с органами опеки опечества города Самары. Вот в таком взаимодействии. И эта работа дает свой результат, поскольку эти пациенты, те, кто находятся у нас, защищены законом, нами, службами социальной поддержки. Михаил Сламович, не так много времени остается. Тем не менее, также очень важный вопрос. Вот все-таки, если болезнь случилась, лечение позади, как дальше жить? Ну вот несколько примеров, и вы уже сегодня их привели. Спасибо вам за это большое. Жизни дальнейших пациентов. Ну, жизнь пациентов. Жить с болезнью непросто. Дело в том, что ряд болезней и психических имеют хронический характер и требует в ряде случаев постоянной поддерживающей лечения, поддерживающей терапии. Ну, для сравнения, есть такое заболевание, как сахарный диабет. Пациент, страдающий сахарным диабетом, должен соблюдать определенный режим и принимать определенные сахароснижающие препараты. То же самое психическое расстройство. В ряде случаев пациенты, имеющие психическое расстройство, должны принимать постоянно препараты. Вот. И должны наблюдаться у врача. Но при этом они обязательно должны участвовать в социальной жизни. И вот эту социальную жизнь мы пытаемся начать в Самарской психиатрической больнице и создать такие условия, при которых пациент мог жить обычной жизнью не только в больнице, но и вне ее. Михаил Сламонович, я предоставляю вам заключительное слово. Обращение к жителям области. Пожелайте, пожалуйста, Михаил Сламонович, здоровья. Ну, конечно, здоровья. Конечно, здоровья физического, психического, душевного, благополучия. Тем более скоро такой большой новогодний праздник. Ну вот еще я часто повторяю одну и ту же фразу. Она носит такой психотерапевтический характер. Ну, нужно терпеть то, что нельзя изменить. А нужно менять, что можно изменить. И всегда отличать одно от другого. Эта формула в ряде случаев помогает человеку справиться с текущими трудными проблемами. И помогает ему остаться самим собой, несмотря на все эти сложности, которые человек переживает. Ну и, так скажем, в заключение я хочу сказать, ну, все будет хорошо. Будьте здоровы. Да, будьте здоровы. Но вот все-таки, если это здоровье поддерживать, может быть, есть какие-то определенные правила, постулаты, которые нужно придерживаться каждый день. И, как вы совершенно верно заметили, все будет хорошо. В том числе и психическое здоровье человека. Может быть, личный рецепт Михаила Сламоновича Шейфера? Ну, личного рецепта нет. Ну, я уже говорил об этой формуле. Она, на мой взгляд, универсальна. И, я надеюсь, поможет многим людям. Поэтому, ну, еще раз, будьте здоровы, немножко счастливы и оптимистичны. Еще раз. Все будет хорошо. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за очень интересную, позитивную беседу. Сегодня в программе «Город Эс» на телеканале «Самар Гиз». Со своей стороны также хочется пожелать здоровья, счастья и удачи. Спасибо вам большое, Михаил Сламонович. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»